Сейчас будут уникальные съемки рукой этой прекрасной девушки. Мы на всю сонку гурили по чёрному. 25 евро за персону. Я в шоке. И если я грохну, то как бы всё по зрениям. То, что хотелось. Всем привет, друзья! В этом новом выпуске мы не видели с вами целую неделю. У нас воскресенье. Неделя прошла очень бурно. Много всего поделали, так скажем, и заслужили отдых. Сегодняшний выпуск о том, сколько же стоит выходной день с детьми и вообще жизнь в Риге для простого человека. То есть мы не какие-то там богачи. Просто работаем, просто живём. Подробнее расскажу о коммунальных платежах, о том, сколько стоят детские развлечения и так далее. То есть могу сразу забежать вперёд, сказать, что жизнь стала очень дорогой. Многие не вывозят. Ну ничего. Мы стараемся работать, жить, не унывать. И успевать всё. Развлекать детей, развлекать себя, жить и дышать полной грудью. Любые трудности – это ерунда. Главное – хотеть жить, ну, хорошо хотя бы, как минимум. Нас уже ждёт Света Усичка вот на машине. На её машине сегодня едем. Скорее прочь из Риги, что называется, потому что погода шикарная, нечего сидеть в городе. Ездим нам около 45 минут, а едем мы в развлекательный парк. Называется парк А.Б. Ледманы. Развлекательный? А.Б. Парк. А.Б. Парк. А находится в Ледманы? А, ну вот. Посмотрим, что будет интересно. А что это вообще развлекательный центр пожарников или что это? Это аттракционы. Аттракционы? Да. А, это аттракционы. Ого, мы приехали. Сейчас всё покажем. Всем привет. Дарик с вами ещё не здоровался. Это наш постоянный подписчик, друг, товарищ. Прекрасный человек. Дарюша, знакомьтесь, кто не знает. Света Улья, я начала влог вообще с разговором о том, сколько стоит один выходной день мама-ребёнок. И вот она, правда, 100 евро в день – это минимум. 50 развлечений, билеты куда-то, чего-то. И где-то 50, чтобы попить, поесть. Это, в принципе, так не сильно ещё разгоняется. Один ребёнок, один взрослый. Да, это, можно сказать, экономно на самом-то деле. Да. Очень даже. Интересно, сколько будет стоить вход туда? Как ты думаешь, что ты не смотрела? Мы были несколько раз. Если раз мы были уже, что-то в районе нам 16 евро, да? За меня 25, и за неё 25? Да ты что? Не стою. И даже ребёнку пятилетнему 25 евро билет. Ребёнку пятилетнему тоже 25 евро билет? Да. Да, я с нас понятна. Значит, бюджет выходного дня поднялся как минимум на 25. Уже мы его привыкли, всё, мы не едим сегодня. А, мы не едим сегодня? По евро обозначенной уже потрачено. Хорошо, я вам не дам умереть в голодной смерти. Здравствуйте. Что-нибудь приготовим, сэкономим. А я что хочу сказать? Я всё коплю на очки, да? А судя по тому, как мы любим проводить свои выходные дни, ну а что, дома сидеть? Дочка ещё очень далеко. Ну что ж, друзья, так мы ещё не путили. По-чёрному, я бы сказала. А вот теперь самое интересное, друзья. На территории все аттракционы в открытом доступе и без отдельной платы. Всё включено, что называется. И давайте считать, дорого это или дёшево. Вообще было весело. А дети счастливы, самое главное. Аттракционов здесь великое множество. Друзья, для малышей, для взрослых, для детей среднего возраста. Никто не останется безучастным. Сейчас вот уникальные съёмки рукой этой прекрасной девушки. Это я, которая боится высоты залезу на парусели. Я просто 25 евро отбиваю. Шутки шутками, друзья, но действительно все эти эмоции, они не стоят тех денег, которые мы заплатили. Стоят гораздо дороже. Я всем советую периодически возвращаться в детство в такие какие-то поездки, карусели. На душе становится так легко. Я думаю, что это очень даже полезненько. Голова немножко закружилась даже. Весь симулярчик так себе, да? Кстати, о ценных. Вот, пожалуйста. Коктейли из мороженого 4,50. Квас 2,50. Пиво 5 евро. Вино 4,50. Что-то тут еще есть. Не знаю, что это. Мохито. Ну, видимо, какие-то алкогольные коктейли. Чтобы родителям было не скучно. Показывают вам, пожалуйста, цены. Вообще, по опыту хочу рассказать, что средняя цена за один аттракцион в Риге, если мы едем в какие-то привозные луна-парки. Ой, господи, слово-то какое прямо из детства. Луна-парк. Значит, стоит в среднем от 4 евро и выше. Поэтому цена за весь день в таком развлекательном центре для нас, местных жителей, прямо шикарная. Ой, ефчик. Ефчик, ефчик. Ева, понравилось тебе? Мне еще больше. Мне лично в жару понравились водные аттракционы. Их очень много. К примеру, вот такая водяная подушка. Ну-ка. Ощущения очень странные, но прикольные. Ева, нравятся? Обалденные ощущения, да? Да, там носки вода, да, прям. Да. Светушечка моя пошла сейчас за купальными принадлежностями. Поведем детей на какие-то надувные водные аттракционы. А я с вами пока поболтаюсь. Есть здесь столики для пикников. Можно взять с собой продукты, не покупать никакую еду в кафе. Мы будем в кафе кушать или нет, не знаю, посмотрим. Но по факту, да, недорого. Мы бы заплатили, если бы в отдельности за все аттракционы, то было бы гораздо-гораздо дороже. А так целый день можно провести. Детей не ограничивать. Ходят веселяться. И что называется, пожалуйста. Поэтому это прям бюджетный вариант отдыха. Для нас, для Латуши, можно так сказать. Стоит учитывать, что в Латвии средняя зарплата, ну, вот прям средняя. Это максимум полторы тысячи евро. А еще есть коммунальные счета, которые очень дорогие. К примеру, самый большой счет в этом году за коммунальные счета, я получила 700 евро. Летом в среднем 120-130 евро коммунальный счет за квартиру. Это нормально. Но туда не входит электричество. А электричество у нас очень подорожало. Где-то 50 минимум евро в месяц на электричество уходит. Ну, к примеру, у меня. Но я знаю, что с это плюс-минус так же. Но пойдем дальше. Решили все-таки перекусить. Детям возьмем хот-доги. Они, кстати, недорогие, по 3 евро. Стория такая, друзья. Заказали две картошки фри, потому что ждать долго хот-доги. Их нет теплых. Картошка фри по 2,50. Пивотик 0,4-5 евро. И пепси. Все вместе обошлось нам 13 евро. Как-то так. Довольная? А я тоже довольная. Холодное пиво такое, что пипец. Аж зубы сводит. Это у тебя, мам. Да, у тебя. Закуска. Друзья, я в шоке. Тут какая-то просто детская мечта. Посмотрите. Вот это да. Это вообще. А ты не переживай, сейчас разберемся. Там много разных аттракционов. Не только этот. Прикинь, не нужно тебе ни круг, ни на рукавнике. Здесь есть все. Как я вам? Иду как спасательный... Не знаю кто. Родитель. Спасательный родитель. Так, а как мне это вот? А вот это вот, ну как? Не так все просто в этой жизни дается. Опа, и сюда. Так, где мои дети-то? Дети-то, конечно, все нормальные люди в лапках. Это в купальне, как а я в платье. Ну как бы, просто не надо падать. Мало того, у меня еще и сумка с собой, и телефон. И если я грохнусь, то как бы, все по хреням. Падать не будем, никто толкать меня тоже не будет. Вся мокрая, еле хожу. Но ради контента, друзья, я готова даже промокнуть. Я только что здесь... Вот только что здесь были дети. Где они еще? Стараюсь, не упасть. Я двигаюсь, показать вам, какой же аттракцион здесь для более старших. И детей, и людей, и какие-то сумасшедшие батуты, горки, переходы. Вот бы я здесь хотела видеть наших старших, Макса и Стефика. Потому что это был бы райский рай для детей вообще, их возраста. Ну, на самом деле, я думаю, что я бы тоже тут не поеком зажгла, что называется. Кайф, друзья, кайф. Господи, спасибо за все. Смотри, здесь отлично. А, у меня батарея садится, друзья, боже. Это, наверное, последние кадры съемки. Здесь было очень круто и хорошо. Приезжайте сюда обязательно. Спасибо. Друзья, еще раз привет, у нас уже понедельник, мы вчера классно отдохнули, что готовили, покажу вам немножко позже, все-таки в кафе не поехали, а вот сегодня я решила полениться, и мы с детьми идем сейчас в Якузу, и там будем обедать, наглядно покажу вам, сколько стоит обед в кафе, это среднячок, не сказать, что это ресторан, хотя тут называют его рестораном, вот, очень не хочется сегодня ничего делать, утром было столько, забыла туда-сюда, вот, поэтому берем вас с собой и все покажем, по поводу бюджета вчерашнего дня, я себе наметила ровно 100, и не вышла за рамки, прям вот придерживалась, старалась, хотя, честно сказать, можно было бы потратить и больше, потому что на территории парка был магазинчик с сувенирами, то все, но я была строга, а сегодня, к примеру, мы еще денег не успели, успела, я же заехала, заправилась, ну вот как бы, да, до заправилась, потратила только 20 евро для того, чтобы и сегодня лезть в бюджет 100, то есть сейчас мы пойдем покушаем, посмотрим, что останется и будем покупать продукты, и я уверена, что, ну, на сегодняшний день продуктов нам хватит, точно, ну, просто вот хочется вам наглядно показать, как это все происходит. Это самое любимое кафе. Почему? Потому что тут и мультики, и полная тетя, Саша. Да? Поэтому она любит. Прекрасное кафе, хочу я вам сказать, к сожалению, пюрешки не было, опять картошка фри, но ничего, давайте все по списку, мы заказали двойную порцию суши, картошку фри с котлеткой, также были йодзе с курицей, большая бутылка воды, Макс заказал на десерт мочи, и Ева заказала шоколадный фондан, в общем-то, это весь список заказанных нами блюд. Обед нам понравился, но каким же вышел наш чек? 45 с копеечкой, как говорили раньше, с учетом чаевых 50 евро, это совсем средняя цена, и мы не находимся в ресторане, это все-таки кафе. Вот это вам повезло, дети. Ну что ж, друзья мои, это было прекрасно, прекрасно иногда полениться, чтобы за тобой кто-то поухаживал, и в принципе, хочу вам сказать, что с десертами цена 45 с копейками, это прекрасно, да, доченька? Кричит, мама, я наелась. Макс, ты наелся? Нет. Вот этому молодому человеку были выданы деньги для того, чтобы он мог побаловать себя еще чем-нибудь, поэтому их можно зарабатывать бесконечно. Сейчас смотрите рецептик, я думаю, все стало понятно, но еще немного о женской красоте чуть позже, сколько это стоит, смотрите рецептик, да, а я пошла монтировать видео, потому что хочу, чтобы завтра в 7 часов вечера вы его увидели, и вообще, чтобы наши влоги выходили как всегда, по вторникам в 7 часов вечера без халтуры, последние две недели я выпала из графика, но ничего страшного, поэтому я пошла, вот, а вы смотрите видео до конца, там будет еще кое-что очень даже интересненькое, люблю, целую. Идея к вашему столу на этой неделе очень простая, хотите назовите шауромой, хотите варапом, кто как больше любит, для этого мне потребуется курочка, я ее хорошенько мою и зачищаю от лишнего жира и жилочек, это бедро без кости. Также нам потребуются овощи, много свежих овощей. Совместный труд облагораживает, друзья, это работа Светланы нашей. Что ты показываешь, как-то кособоко? А, ну просто вдоль, да? Так, вот паприка у нас пойдет туда же, пару штучек, троечка, помидорчик, моцарелка, листья салата и у нас еще есть маринованные огурчики. Мариную курочку, мне потребуется сухой чесночок, я его не жалею, столовую ложку даже можно больше смело, соль, по вкусу, кто как и любит, и свежемолотый черный перчик, он такой ароматный, друзья. Заправляем курочку оливковым или растительным маслом на ваш выбор и делаем массаж, но какая курочка не любит массаж. После чего все отправляем на средний огонь обжариваться до готовности, пусть у нас будет румяная корочка и займемся в это время соусом. Нам потребуется всего лишь три ингредиента, плавленый сыр, майонез и чесночок. Точное количество ингредиентов вы как всегда найдете в описании к этому видео. Чесночок натираю, смешиваю напополам, сыр с майонезом, все объединяю, перемешиваю и соус готов. Такой незамысловатый, но очень вкусный. Совместными усилиями у нас все готово, останется подождать только, когда будет готова курочка, а ее мы доведем до золотистой, румяной, хрустящей корочки обязательно. Прекрасный момент, как раз вот Светлана взяла красочку для бровей, я решила сегодня, что абсолютно точно мы брови будем красить сами, но это не сложно, я умею. Вот, купила краску за 3 евро в Дрогосе, шикарная краска, покрасим сами, потому что сходить к мастеру и сделать прекраснейшие брови, стоим 20 евро. И вообще, ценная информация, пока у нас все готовится, мы еще только ждем, о том, сколько стоит женская красота у нас в платы. Вот, к примеру, маникюрчик, кто заметил, кто не заметил, у меня новый маникюрчик. Для того, чтобы сделать маникюр, я заплатила 40 евро, по-моему, или 45, вот, ну, как бы недешево, а учитывая, что, к примеру, педикюр 50, это минимум, пойти к мастеру, покрасить волосы 80-90 евро. Вот такие прайсы. Так что, дорогие мужчины, мотайте на ус, как много денег нужно в Латвии для того, чтобы привести, вот, это минимальные процедуры, женщину в порядок в месяц. Дождались, друзья, дождались. Курочка у нас готова. Нарезаем ее на длинненькие полосочки. Посмотрите, она полностью проготовлена внутри и румяная у меня снаружи. Заворачивать всю эту красоту мы будем в питу. Можно использовать лаваш, что пожелаете. А первым слоем всегда устилаю, естественно, соус, следом моцарелка, а дальше, как фантазия, ляжет у каждого из гостей или ваших родных. Пускай выбирают все ингредиенты на свое желание, так поступила я. Поэтому все питы получились разные, немножко по вкусу, и это идеально, друзья, все остались безумно довольны. Обжаривать можно на сковороде, на гриле, все, что есть у вас под рукой. И это бесподобно шедеврально, друзья. Посмотрите, какая красота получилась. А сколько удовольствия, мамма-мя. О, просто бомба, ракета. Вкусно-то как? Жарили на среднем окне, чтобы не подгорело, потому что лаваш очень быстро горит. Итак, Дарик снимает пробу как никогда, не Ева, а Дарюша, но он у нас очень честный эксперт. Класс? Да, то, что хотелось. А, и теперь я буду есть тоже. Кстати, попробую. Будем садиться за стол ужинать. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Если понравился, обязательно пишите комментарии и ставьте жирные лайкосики. Вот. И увидимся через неделю. Целую, пока. Перед тем, как выключить камеру и попрощаться с вами, я тоже, пожалуй, откусу, откусу, откусу кусочек. Небольшой пост с криптом, друзья. Для того, чтобы съездить в парк развлечений, нам потребовалось заправиться. Также на ужин нам нужно было купить продукты. Таким образом, каждая из наших семей вышла в бюджет 100 евро в тот самый день прогулки. Но вот теперь самый главный вопрос. Сколько же надо зарабатывать в Латвии, чтобы жить хорошо? Тут каждый посчитает сам, потому что у всех нас разные запросы. Я стараюсь работать, чтобы жить лучше, лучше и лучше, позволять себе больше, радовать детей и вас также. Люблю, целую, совсем скоро. Увидимся надолго. Не прощаемся. Таким был этот выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин